Было маленьким ребенком, лежал в этой больнице и мечтал быть врачом. К своей мечте Алексей Курлыкин шел целенаправленно. После окончания девяти классов перешел в 64-ю школу с медицинским уклоном. Затем окончил Пермскую медицинскую академию по направлению педиатрия. После проспециализировался еще по трем направлениям и стал реаниматологом, инфекционистом, трансфузиологом. А в эту больницу я попал случайно. Хотел быть врачом, реаниматологом, детским. Мне главный врач детской больницы посоветовала обратиться в инфекционную больницу. Я ехал сюда через Сухоложский поселок на 31-м автобусе и при себя думал, что я никогда здесь работать не буду. Вот сейчас приеду, поговорю с главным врачом и уйду. Пришел, встретил меня злой охранник. Я развернулся, ушел, встал опять на остановку. Но подумал, думал, что я зря ехал, что ли. Зашел. И так зашел на 18 лет. Алексей Курлыкин в своей семье не единственный врач. Фельдшерами работали мама и бабушка. О своем выборе, признается Алексей Юрьевич, не пожалел ни разу. На мой взгляд, профессия очень интересная, потому что от тебя многое зависит. Кто, если не ты, правильно поставишь диагноз, правильно назначишь лечение. И все это надо делать в очень сжатые сроки. Времени нет. Опоздал с постановкой диагноза, с лечением. Пациент, к сожалению, погибает. Поэтому работа динамическая. И детям я тоже хочу, чтобы они были у меня врачами. Если, конечно, у них будет такая карма быть врачами, то я считаю, профессия очень хорошая. А хорошего доктора помнят даже спустя десятилетия. Сына бывшей тагильчанки Натальи Лаврентьевой Алексей Курлыкин спас от инфекционной болезни. О том, что врач удостоен знака за заслуги перед городом, узнала из наших новостей. Очень рада, что он получил такую действительно награду. И он действительно заслуживает эту награду. Потому что он красный человек, очень отзывчивый, замечательный доктор. Более 10 лет назад, надо сказать, мы в такой случай, как заболел мой сын. Мы пришли в приемный покой, надо сказать, нас встретил там Алексея Юрьевича. И нам очень повезло. Он тогда еще, наверное, был начинающим таким доктором. Тут покой он назначил лечение. И сын пошел быстро на поправку. Потом вот период реабилитации он был достаточно долгий. Там надо было восстанавливаться. И он дал нам телефон. Мы могли ему в любое время позвонить, проконсультироваться. Он навещал нас, Иванов. Сейчас, во время пандемии коронавируса, нагрузка на врачей и инфекционная больница выросла в разы. Медики находятся до 20 часов в костюмах СИЗ, респираторах, очках, в так называемой грязной красной зоне. В помещениях, где лечат заболевших COVID-19. Это осложняет работу. Число пациентов за полгода увеличилось. Например, раньше в реанимации было 6 коек, сейчас 36. Алексей Курлыкин заявляет, главврач инфекционной больницы Марина Халманских со всеми вызовами справляется. Сумел организовать работу в непростые времена, когда большое количество тяжелых пациентов идет. Ну и кадровый дефицит, он был всегда в нашей больнице, в частности в реанимации. И сейчас то же самое присутствует, но вышли из положения, каким образом пригласили работать врачей из других медорганизаций. Плюс мы привлекли большое количество врачей-ординаторов, реаниматологов, анестезиологов. И вот Алексей Юрьевич в таких непростых условиях с молодыми специалистами смогли организовать бесперебойную работу отделения реанимации интенсивной терапии, оказывать качественную помощь, не щадя, как говорится, своих сил. Уникальный специалист, незаменимый. Кому вручить знак за заслуги перед городом, определяли сами горожане рейтинговым голосованием. Награды в честь дня города удостоены пятеро тагильчан. Врач Алексей Курлыкин в их числе.